Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Правда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Неделя национального проекта здравоохранения. Кадровые изменения и пассажирские перевозки, о чем говорили на аппаратном совещании. При трех губернаторах строили, при Морозове открыли. Хирургический корпус Димитровграде приступил к работе. Ульяновским школьникам рассказали о биоразнообразии океана. В первой гимназии прошла лекция от академика Российской академии наук. Высотка вместо зеленой зоны. Моришкин родник в Ульяновске застраивать не будут. С понедельника в области началась неделя национального проекта здравоохранения. В связи с этим аппаратное совещание прошло в областном клиническом онкологическом диспансере. Помимо темы здоровья поднимались вопросы кадровых изменений и пассажирских перевозок. Подробности у Егора Титова. В начале заседания губернатор Сергей Морозов уведомил, что в 2021 году планируется начать строительство нового лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера. Несомненно, все что касается онкологических заболеваний или новообразований, для нас это тема одна из самых актуальных, самых злободневных, причем не только для Ульяновской области, но и для Российской Федерации. Строительство нового корпуса позволит создать новые места в учреждении здравоохранения. Губернатор распорядился заложить в бюджете необходимые средства. Реализация национального проекта в регионе должна увеличить среднюю продолжительность жизни к 2024 году до 77 лет. Это будет одной из тем обсуждения в наступившей неделе. Всего планируется провести более 200 мероприятий. Важнейшими из них будут единые дни диспансеризации и приема главных врачей. Запланированы другие важные мероприятия. Должен быть такой массовый, серьезный осмотр уже проведенных ремонтных работ и ведущихся, заканчивающих до сих пор, потому что у нас их в большом количестве по региону на сегодняшний день идет и зафиксировано и с целью контроля в первую очередь, с целью понимания ситуации, куда двигаемся дальше. Губернатор раскритиковал руководителей муниципальных образований за низкий темп проведения диспансеризации и профессионального осмотра. Еще одна острая тема – кадры. В настоящее время многие профильные специалисты уезжают в Москву. Для закрепления кадров в регионе, по мнению Сергея Морозова, нужно принять ряд управленческих решений. Гордимся своим корпоративным университетом. Может быть, в рамках этого коллектива, может быть, еще как-то в рамках самого министерства создадим такой своеобразный корпоративный медицинский университет, который бы активно занимался вопросами корпоративной культуры и, прежде всего, кадровой работы. На аппаратном совещании губернаторам был озвучен ряд кадровых изменений. Начальником управления охраны объектов культурного наследия назначат Денис Герасимов. Прежде он возглавлял агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Новый руководитель управления уже получил первое задание. Оно касается разработки законопроекта об увековечении памяти знаменитых симбирян и ульяновцев. Во-первых, законопроект сопроводить, чтобы он обязательно был принят до конца этого года. И поэтому надо уже активно встречаться с фракциями, с комитетами, с депутатами. Вот к Валерию Васильевичу перейти сначала. Во-вторых, обязательно надо готовить серьезную программу или, так сказать, в те программы, которые у нас есть, там специальный раздел. С должности руководителя управления государственной службы кадров администрации губернатора ушел по собственному желанию Александр Рябаконь. Исполнять обязанности начальника управления будет первый заместитель главы администрации Елена Чехунова. В ее полномочия войдет также все, что касается корпоративной культуры и бережливого управления. Несколько изменений касаются работы общественного транспорта. Губернатор поручил создать региональную транспортную инспекцию, которая займется контролем за вопросами пассажирских перевозок. Увеличение количества чиновников при этом не произойдет. А руководителям муниципальных образований поручено до пятницы предоставить докладные записки о состоянии пассажирских перевозок в районах области. Многие села очень большие с точки зрения, так сказать, там, растянутости. И в них привозят ребят из соседних сел в школу. Значит, и получается, обратите внимание, что из соседнего села, так сказать, ребенка везут из Дорва в саму школу, а в самом селе, так сказать, ребенок идет почти 3 километра по селу, так сказать, там, зимой, там, или по слякаться, и его автобус проезжает мимо и не сажает, потому что, ну вот, вроде бы это не входит в порядок школьного маршрута. Я считаю, что это, конечно, неправильно. Продолжается обновление общественного транспорта по действующей региональной программе. Приобретаются автобусы средней вместимости. Это должно существенно улучшить пассажирские перевозки. Наше предприятие ПТП-1 приобрело на сегодняшний момент 22 автобуса, и вы видите, что мы существенно увеличили больше, чем в два раза присутствие таких автобусов на маршрутной сети города Ульяновска. До конца года будет приобретено еще минимум 60 новеньких автобусов. Все конкурсные процедуры уже объявлены. Эти автобусы будут отправлены, в том числе, в муниципальное образование. В сельские районы отправят 22 автобуса средней вместимости. О глядя на обновление транспорта, в программе решили принять также некоторые частные перевозчики. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Управды ТВ. В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о ЧП в детском саду номер 221 в Новом городе. Якобы в учреждении работала нянечка, болевшая туберкулезом. Родители подняли волну возмущения тем, что информация о болезни была скрыта руководством детского сада. Подробности в нашем сюжете. Заведующая садика Марина Содрадзинова сделала официальное заявление. Младший воспитатель заболела в отпуске, а на момент работы была абсолютно здорова. Я хочу официально заявить о том, что все сотрудники детского сада работают в детском саду только на основании медицинского заключения, выданного медицинскими учреждениями, учреждениями здравоохранения. То же самое было и с заболевшей сотрудницей. Она ушла в отпуск, она была здорова, она была обследована и заболела она только в отпуске. В отпуск сотрудница ушла в конце сентября, поэтому прямых контактов с родителями, детьми и персоналом у нее не было. Женщина была госпитализирована в больницу с вирусной пневмонией в конце октября, после чего у нее на фоне заболевания развился туберкулез закрытой формы. К сожалению, спасти пациентку не удалось. На сегодняшний день обследование сотрудников дополнительное проведено. Проведено профилактическое обследование детей. И я с уверенностью могу сказать, и дети, и сотрудники нашего детского сада все здоровы. Родители детей, которые посещают детский сад номер 221, просят прекратить панику. Все мероприятия, которые должны были провести в рамках садика, то есть это дезинфекция, все это было проведено, было проведено это в праздничные дни. Об этом нам сообщила заведующая. Только после этого было проведено собрание, где нам все это разъяснили, все это объяснили, что случилось. На сегодняшний день детский сад работает в привычном режиме. Помещение и документацию осмотрели эпидемиологи и назначили план профилактических мероприятий. Свой комментарий нашей съемочной группе дал и министр здравоохранения Сергей Панченко. Ситуация находится под его ежедневным контролем. В настоящее время на субботу были вопросы в отношении обследования помещений на наличие туберкулезных микобактерий. Мы приняли решение, что дополнительно еще это обследование проведем. Смыло бактериологическое исследование со всех помещений. Это целесообразно сделать, поэтому никаких, собственно, тут споров-то и не было. Все необходимые анализы будут проведены за счет средств бюджета. Анна Тищенко, Новости Управды ТВ. Хирургический корпус Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде приступил к работе. Стройка велась с 80-х годов прошлого века с переменным успехом. В конце 90-х вообще остановилась, а в начале нулевых оказалось, что просто достроить и сделать ремонт в помещениях уже недостаточно. Изменились различные нормы и требования. Условия приемки подобных объектов ужесточились в разы. Сдача хирургического корпуса стала одной из приоритетных задач для федерального и областного правительства. О том, что из себя представляет новый объект на медкарте Димитровграда, расскажут корреспонденты портала Димград-24. Здание 1961 года постройки. Без преувеличения каждый димитровградец хоть раз в своей жизни, но бывал в этих стенах. Кто-то лежал в хирургии, кто-то навещал родственников в терапевтическом отделении. 57 лет десятки тысяч пациентов поднимались по этой лестнице, чтобы попасть в определенное отделение. Например, в травматологию, которая расположена на втором этаже. Сейчас дверь закрыта. Сейчас в бывшем стационаре на горке нет ни одного пациента. Гулкая эхо в коридорах, в палатах старая мебель, которая не соответствует никаким стандартам – ни российским, ни мировым. Состояние здания давно вызывало не просто нарекания у пациентов, а шквал критики. Теперь все больные хирургического профиля находятся в новом, заработавшем несколько дней назад корпусе. Том самым, что в народе прозвали памятником отечественной медицины или самым знаменитым медицинским долгостроем конца 20-го – начала 21-го веков. Его строительство началось в 80-е годы при губернаторе Горячеве. Почти не двигалось при губернаторе Шаманове. Активная фаза доведения объекта до ума началась при Морозове. «Здесь это вообще идеальное здание, чистота. И все-таки это же все тут новое завезено. Это не сравнить, конечно, с теми условиями, что там были. Это великие, какой-то поклон, большой поклон тем, кто строил, кто это создал, кто старался для людей». В воскресенье в новом хирургическом корпусе побывал и губернатор Сергей Морозов. Главе региона устроили небольшую экскурсию по отделениям. Удобная навигация, кнопки вызова в палатах, сигнал в которых отображается на пульте медицинского поста. И, конечно же, новейшее оборудование, которое, по словам заместителя главного врача Армена Саркисяна, просто обязывает врачей оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Так, в корпусе есть такое оборудование, позволяющее проводить некоторые виды медицинских манипуляций, за которыми раньше пациенты были вынуждены отправляться в другие города. «Контактная литотрепсия – это аппарат, когда дробят камни в почках. Ну и раньше у нас такого оборудования не было. Мы отправляли в Ульяновск, в Самару, в Москву. Сейчас мы будем эту помощь оказывать у себя». Очень много сделано для удобства пациентов, кровать-весы для тяжёлых больных, УЗИ-аппараты в палатах реанимации. Даже питаться больные теперь будут в палатах. Для этого всё оборудовано. Не хватает только квалифицированного уровня кадров, которые будут осуществлять деятельность именно на том оборудовании, которое имеется, признаются исполняющие обязанности генерального директора ФВЦМР Любовь Шулепова. Но этот вопрос сейчас на стадии решения. «В настоящее время наши уже специалисты проходят обучение в ведущих клиниках Москвы определенным видом лечения и оперативных вмешательств для того, чтобы иметь возможность работать на том современном оборудовании, которое поставлено в хирургический корпус». Конечно же, основной персонал сохранён, и врачи уже успели оценить уровень оснащения нового хиркорпуса. «Для врачей это и цифровой рентген, это и очень хороший компьютерный томограф. Это очень хорошие оснащённые операционные, которые позволяют делать операции на всех сегментах и операции разного уровня сложности. В принципе, на данный момент мы можем оказывать любую травматологическую помощь, которая входит в стандарты Казани». Глава региона, осмотрев отделение хирургического корпуса, не скрывает, что горд за димитровградскую медицину. Хирургический корпус оставил у него только положительные впечатления. «Это удалось сделать. Я понимаю, о том, что вот то, что сегодня видел, я видел в очень серьёзных федеральных клиниках в Москве, видел в Израиле, видел в Германии, видел во Франции, когда изучал здравоохранение». Региональная власть и федеральные центры сделали всё возможное для того, чтобы врачи работали в хороших условиях. Пациенты получали качественное лечение. Конечно, лучше не болеть вовсе, но от этого, увы, никто не застрахован. «Давайте порадоваться, научимся радоваться. Вот на примере того, что мы сейчас видим, происходящего в здравоохранении города Димитровграда. Давайте научимся говорить огромные слова благодарности нашим замечательным докторам, нашим замечательным организаторам здравоохранения, главному врачу за то, что вот просто сегодня мы видим не просто какие-то оттенки, а настоящее, мировое высококачественное здравоохранение». В продолжении темы здравоохранения. В областном онкодиспансере после ремонта открылись два отделения. Обновление дневного стационарного и таракального хирургического отделения прошло по национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным. В областном онкодиспансере после ремонта открылись два отделения. Обновление дневного стационара и таракального хирургического отделения прошло по национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Койки дневного стационара в онкодиспансере находились всегда, но они были разбросаны по всем отделениям. Естественно, это создавало существенное неудобство. Кроме того, всегда существовал риск занесения инфекции. Дневной стационар достаточно мощный. Здесь будет ежедневно проходить лечение около 80 человек. Больше, меньше, но средняя цифра такая. И этот дневной стационар будет являться организационно-методическим центром для других дневных стационаров по профилю онкологии, которых мы в этом году открыли. Открыли их мы шесть дневных стационаров в городе Ульяновске. Если дневной стационар только ждет своих первых пациентов, то в таракальном хирургическом отделении они уже успешно лечатся. Кстати, к его оформлению привлекли ведущих ульяновских дизайнеров, чтобы, как говорится, даже стены помогали лечиться. Ну, сейчас все культурно, хорошо, чисто, аккуратно. В палатах, туалеты, душевые. То есть, благоприятные условия совсем по-другому, как было раньше. Открывшись после ремонта отделения посетил губернатор Сергей Морозов. Глава области отметил качество проведенных работ. 20 коек стоит, 80 пациентов будет за ним проходить. Проект по улучшению онкологической помощи входит в состав НАСПроекта здравоохранения. Кроме проведения ремонтных работ реализуется еще несколько направлений. В основном сейчас мы сосредоточили свои усилия на профилактическом направлении работы, работе с первичным медико-санитарным звеном медицинской помощи, а также обновлении материальной базы онкологического диспансера, детской областной клинической больницы и работе с кадрами, с привлечением кадров онкологов в наши поликлиники и больницы. А вон к центру предстоит еще много работы. В корпусе, где открылся дневной стационар, необходимо отремонтировать еще два этажа. Обновить нужно фасад первого хирургического корпуса. Окончательный ремонт диспансера предполагается завершить через два года. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ. В Ульяновске состоялась публичная лекция первого вице-президента Российской Академии Наук Андрея Андрианова. О мировом океане и его ресурсах слушали и педагоги, и ученики старших классов. В чем необходимость подобных мероприятий, узнаете в материале Виктории Черковой. Под толщей воды несметные сокровища полезных ископаемых. В глубинах океана ответы на все вопросы. Для ульяновцев выступил известный научный деятель Андрей Андрианов. Первый вице-президент Российской Академии Наук провел лекцию в первой гимназии. Сейчас мы смотрим на океан как на уникальный ресурс для наших будущих поколений. Это кладезь и минеральных ресурсов, и биологических ресурсов, и нефтеводородов. Но в то же время степень изученности мирового океана остается крайне низкой. Напомним, три учебных заведения нашего города вошли в образовательную программу Российской Академии Наук. 20-е лицеи лингвистической и первой гимназии стали площадками для научных конференций и опытов от ведущих умов страны. К слову, эти учебные заведения растут не только интеллектуально, но и материально-технически. Работа проводится в рамках реализации национального проекта наука, инициированного президентом Владимиром Путиным. С 2020 года начнется финансирование. Порядка 10 миллионов рублей на каждую школу на оснащение. Вот сейчас мы разговаривали с Андреем Владимировичем о том, чтобы оснастить первую гимназию всем, что связано с астрономией. Мероприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Глава региона принес хорошие новости. Все три ульянских школы дополнительно получат по 5 миллионов рублей. В первой гимназии скоро появится обсерватория. Средства на ее техоснащение поступят в 2020 году. Мы провели большое совещание и приняли решение выделить не 5, а 8 миллионов на следующий год для гимназии номер один, для того, чтобы создать уникальную обсерваторию, уникальный такой комплекс по изучению астрономии, который будет интересен всем. Гимназия стала первой среди российских школ, участвующих в программе РАН. Лекция о мировом океане прошла. На очереди не менее интересные и полезные мероприятия от выдающихся ученых страны. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Застраивать или облагораживать – вот в чем вопрос. Уже больше года жители микрорайона близ Маришкиного родника вынуждены обивать пороги района и городской администрации. Активисты собрали больше 150 подписей, написали обращение в прокуратуру и мэрию. Подробности в нашем материале. Застраивать или облагораживать – вот в чем вопрос. Уже больше года жители микрорайона близ Маришкиного родника вынуждены обивать пороги районной и городской администрации. Весной 2018 года на участке по переулку Федерации началось строительство многоквартирного дома. Жители близлежащих домов забили тревогу. Ведь планируемая к застройке земля является зоной зелёных насаждений общего пользования. Тогда по решению суда стройку прекратили. На этом дело не закончилось. В июле был опубликован проект изменений в генеральный план по точечной застройке этого участка, чтобы здесь изменить зону зелёных насаждений на зону строительства. Жители выступили против этого. Чтобы оставить участок раздора в зелёной зоне, жители собрали больше 150 подписей, написали обращение в прокуратуру и мэрию. По словам председателя ТСЖ, у жителей много версий, что нужно сделать на зелёной территории. Однако все сходятся во мнении – Маришкин родник должен жить. Чтобы прояснить ситуацию, на общественный сход жители пригласили представителей администрации, депутатов Ульяновской городской думы и законодательного собрания. Администрация Ленинского района готова предоставить полную информацию по существующим строительным площадкам. И также хочу заметить, что прокуратура Ульяновской области держит этот вопрос на особым контроле. По словам представителей администрации, они будут действовать в интересах граждан. Депутатский корпус высказался также против застройки. Мы однозначно будем против этой застройки. Я думаю, что все фракции нас поддержат и не будет здесь строительства. Если мы с вами объединимся, межфракционно все партии и жители этого района, однозначно мы отстоим эту зелёную зону. По итогам встречи направим несколько коллективных обращений. В адрес прокуратуры, в адрес руководства городской думы, в адрес главы города, губернатора и других структур, для того, чтобы услышали мнение подавляющего большинства жителей, прилегающих к месту строительства домов. Кроме этого, возведение многоквартирного дома на территории близ особо охраняемой природной территории приведёт к созданию чрезвычайной ситуации по повышению уровня грунтовых вод. В Ульяновской области подвели итоги фестиваля конкурса спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди самодеятельных театральных коллективов региона «Театр против наркотиков». Организатором фестиваля конкурса выступил Ульяновский драматический театр имени Гончарова. На мероприятие побывала Ирина Антонова. На малой сцене Ульяновского драматического театра прошёл нон-стоп-показ конкурсных работ областного фестиваля конкурса «Театр против наркотиков». Он проводился в этом году в шестой раз. Итоговое мероприятие традиционно стало одним из значимых событий месячника по профилактике вредных привычек несовершеннолетних Ульяновской области. Конкурс приносит ежегодно какие-то свои плоды. Мы готовы всегда поддержать самодеятельные театры в таких социальных темах. И для нас очень важна, конечно, профилактическая направленность этого конкурса, когда мы говорим о такой страшной проблеме, как наркомания. Конкурс стартовал в Международный день борьбы с наркоманией 26 июня и проводился в рамках госпрограммы обеспечения правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области. Говорить о проблеме наркомании, говорить о наркоманах, говорить о людях, которые живут в этой проблеме, в принципе, в обществе было до недавнего времени не принято. И когда идет оповещение, привлечение внимания независимых, зависимых, любых людей, к тому, что это проблемы, это боль, это то, на что уже в принципе мы не можем, не право закрывать глаза. И вот такие вот моменты привлечения внимания общественности, они дорогого стоят на самом деле. Всего на конкурс было подано 25 заявок. Среди номинаций «Лучший спектакль», «Лучшее театрализованное представление», «Лучшая инсценировка», «Лучшая видеоинсталляция». Участниками фестиваля стали Театр Ульяновского колледжа культуры и искусства, Театральная студия «Солнечный ветер» Андрея Перикова, Театральная студия Центра культуры и досуга Ульяновского района под руководством Анжелы Хоменко, а также Театры Павловского и Кузоватовского районов. Вы знаете, проблема-то у нас старая, к сожалению, она существует, поэтому мы здесь, это проблема наркотики. А с другой стороны, социальная сфера и вот это постоянно меняющееся новое поколение относится к этой проблеме каждый раз по-новому. Если 6 лет назад отношение к наркотикам у молодежи было одно, то сейчас это уже другое молодежь. Понимаете, это поколение, с чем мы впервые все столкнулись, оно находится в виртуальном пространстве две трети своей жизни. Все работы были представлены в оригинальных жанрах – документальные спектакли, спектакли-притчи, видеоинсталляции. Некоторые создавались по документальным материалам. Участники получили не только дипломы об участии и ценные призы, но и возможность продемонстрировать свои творческие работы на профессиональной сцене. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 17 ноября в регионе ожидается существенное похолодание. Температура воздуха днем опустится до отметки минус 10 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров, представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале уллправда.ру в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.